Мы отправляемся выживать в лес. Для этого мне нужен инструктор по выживанию. Давид, привет. Здрасте. И сумка. Сумки, да. Для меня Давид подготовил, как он говорит, женскую сумку. Что в ней, пока не знаю, но она точно легче, чем мужская. Наша задача – выжить в лесу первые 72 часа. 72 часа – это стандарт. Но надо думать про более долгое время. Мы не знаем. Может, останемся в лесу неделю, месяц, а может и дольше. Мы находимся под Ригой, в лесах Инчукалнса. Теперь куда идти? Если бомбят город, я пойду в лес, максимально далеко от цивилизации. Вокруг ничего нет. Какой смысл здесь бомбить? И вторая важная вещь – рядом вода. Давид Скруминш служил во французском легионе, куда берут иностранцев. Задержался в армии на долгих восемь лет. Участвовал, по его словам, в многочисленных миссиях – от тропиков до пустыни Сахары. Вернулся домой в 2020-м, но в мирной жизни найти себя не мог. Тогда решил делать то, что любит и умеет – учить выживанию. «Я, похоже, неправильно одета. Голова должна быть покрыта, и нужна защита от солнца». Даже руки не стоит открывать. Длинные рукава защитят от царапин, а также от солнца. «Идем достаточно долго. День выдался крайне жарким». «Как понять, что началось обезвоживание? Может, можем остановиться и попить?» «Пить надо все время. Это самое главное. Тем более, когда идем, теряем много жидкости». «На случае, если закончится вода, у нас есть фильтр. Можно пить хоть из лужи. Но я все-таки попробую из карьера». «Ну, в общем-то, ничем не отличается от обычной». Наконец, находим место для лагеря. На берегу карьера. Не у воды, где меньше ветра и комаров. Здесь можно снять рюкзаки и посмотреть, что внутри. Газовый котелок, водонепроницаемые спички, спальный мешок или гамак. Кому что удобно. Фонарик и походная лампа. Радио обязательно. Может оказаться, что это будет единственная связь с внешним миром. Средства гигиены. Мыло лучше, чем шампунь. Меньше пеница. Легче смыть. А вот и особенность женской сумки. В ней гигиенические пакеты и крем. Потом аптечка, антибактериальное полотенце, веревка и инструменты. Перчатки нам пригодятся, когда пойдем за сухими ветками. Ничего рубить не надо. В лесу много поваленных деревьев. Теперь можем идти готовить еду. Особенности латвийской погоды. Пока разбивали лагерь, начался дождь. Тут выручил навес. Под ним и будем готовить. Это обезвоженная еда. Она легкая, долго хранится. Но достаточно добавить воды и получился полноценный обед. Запах уже пошел. Картошечка пахнет. Уже за едой можно поговорить и о службе во французском легионе, и как бывший легионер относится к обязательной службе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину обязательный призыв снова ввели в Латвии. Армия должна быть профессиональной, хорошо оплачиваемой. В обязательной службе вижу такую ошибку. Расходуется большой ресурс. Год обучаешь человека, а потом он все равно уходит. Во французский легион, по словам Давица, идут по разным причинам. Кто-то фанат армейской жизни. Легион учит дисциплине. Если что-то делаешь, говорит сержант иностранного легиона, то делаешь максимально хорошо. Другие бегут от личных проблем, в том числе безденежье. Зарплата рядовому от полутора тысяч евро, сержанту от двух с лишним тысяч. Если миссия, то суммы увеличиваются в разы. Как много служат латвийцев? В легионе за время своей карьеры я знал десятерых. С тремя сохранился контакт. Но сейчас, когда я стал рассказывать о легионе в социальных сетях, мне очень много пишут. И трем-четырем парням я помог туда вступить. Давидс рассказывает, 90% времени службы во французском легионе – тренировки, миссии, выезды. Другой жизни вне армии практически нет. Это и стало причиной завершения профессиональной карьеры. А сейчас дома в Латвии он учится чувствовать вкус простой жизни. Диана Озулани, Данил Желенский. Настоящее время. Балтия. Продолжение следует... Продолжение следует...